МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Ольга Панова. Об основных новостях четверга 30 мая в информационной программе Республика. Год назад в Башкирии прошли Дни чувашской культуры. Сейчас с ответным визитом в нашу республику прибыла многочисленная делегация во главе с президентом Башкортостана Рустемом Хамитовым. Дни культуры Башкирии проходят в Чебоксарах, Халиковском, Красноармейском и Маргаушском районах Чувашии. Программа визита президента Башкортостана расписана буквально по минутам. Короткая рабочая встреча с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым состоялась прямо в аэропорту. До начала торжеств Михаил Игнатьев и Рустем Хамитов возложили к цветы к монументу воинской славы в память о тех, кто своей жизнью заплатил за мир на земле, за саму возможность сохранять и развивать национальную самобытность, культуру и традиции разных народов. Деловую часть визита дополнила знакомство с предприятием ЭКРО. Собственно, знакомством это назвать трудно. ЭКРО – постоянный партнер уфимской ТЭЦ и компании Башенерго. Рустему Хамитову просто показали образцы продукции, отметив, что устройство релейной защиты и автоматики основано на новейшей микропроцессорной базе. Торжественное открытие Дней культуры Республики Башкортостан состоялось в Театре оперы и балета. К моменту приезда Михаила Игнатьева и Рустема Хамитова гости уже освоились на новой культурной площадке, встретив главреспублик танцами и песнями. Глава Чуваши Михаил Игнатьев заметил, очевидно, что после 30-летнего перерыва взаимное притяжение и интерес между нашими народами вспыхнули с новой силой. Идут процессы глобализации. Наша задача, задача политиков, задача должностных лиц, органов власти, вот в этой глобализации не потерять наше богатство. Его нужно сохранять, развивать для того, чтобы молодое поколение воспитывалось. Это общечеловеческие ценности. Это ценности семейные, которые двигают, как созидательная сила, наше гражданское общество. Я от всей души благодарен, Рустем Закеевич, от всей души благодарен всем гостям, которые находятся здесь, на территории республики. Я постараюсь правильно произнести пословицу чувашскую. Курже ояккры, таванран паха. И я хочу сказать, что это на самом деле так. Дело в том, что узы между нашими республиками очень крепкие и потому, что Башкирия, Башкортостан дали выдающихся, выдающихся сыновей чувашской культуры. Гениальный Константин Иванов, который в 18 лет написал, ну, фактически, главный поэтический эпос республики Чувашии, и гениальный Яков Ухсай, который уже в советское время трудился и многое сделал для культуры Чувашии, и многие-многие другие, перечислять их просто я сейчас не буду, сделали все для того, чтобы взаимопроникновение наших культур было очень сильным, чтобы мы всегда жили и действовали рядом, помогая друг другу. Маленькую, но настоящую частичку Башкирии можно было увидеть в фойе театра. Гости привезли с собой лучшие образцы народного творчества и прикладного искусства. Жители Чувашии с огромным интересом приглядывались к национальным костюмам, заходили в юрту. Пожалуй, только одеждой и жилищем отличаются наши народы. В остальном они очень похожи. Различия такого от такового я не наблюдаю. Обе стороны очень дружелюбные, очень гостеприимные. Что Башкиры, что Чувашии. Отличаются радужно. Очень радужно встретили и концерты, и пироги, особенно пироги. Сегодня же многочисленные гости разъехались по районам Чувашии. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев и Рустем Хамитов открыли выставку современного изобразительного искусства Республики Башкортостан. Экспозиция, развернута в Чувашском художественном музее, представляет собой полотна современных башкирских художников, созданная за последние 20 лет. Произведения признанных мастеров и молодых авторов эклектичны. Они сочетают в себе лучшие традиции русской живописи и башкирского народного искусства. К другим новостям. Проблемы экспорта и его потенциал обсуждали в Чебоксарах участники Большого совещания. На деловой встрече собрались предприниматели-экспортеры, чиновники, таможенники, представители учебных заведений, эксперты организации «Деловая Россия», а также Центра экспортной поддержки Чувашии. В целом по году экспорт в стране снизился, а импорт вырос, и это на фоне вступления России в ВТО. Сигналы тревожные, учитывая, что страна так и остается по большей части сырьевым экспортерам. Что делается и что делать, чтобы увеличить отправку собственных товаров за границу? Мнение выслушала моя коллега Ольга Григорьева. С одной стороны, количество экспортеров в регионе стабильно от 140 до 150. С другой – силен импорт, но слаб экспорт. Свою оценку внешней торговли Чувашии дал Центр экспортной поддержки. В 2012 году произошло снижение экспорта. Мы не вышли на уровень 2011 года. Максимальный объем экспорта был в 2007-2008 году. Свою роль сыграла и финансовый кризис, который прошел в 2010 году. Также сыграла роль и то, что мы вступили в ВТО. Основной долей регионального экспорта занимает химическая продукция, каучук, машиностроительная продукция. Сильно влияют на эти позиции крупные предприятия – промтрактор, химпром и вурнарский завод. Последние годы они снизили обороты. Надежда на новое производство, малый и средний бизнес, государственную поддержку. Основные усилия, в том числе и нашего центра, направлены на то, чтобы привлечь федеральное финансирование на строительство промышленного парка. Суть такая – получить средства не только на развитие промышленного парка, но и на развитие сертифицированного испытательного центра, чтобы наши электротехнические предприятия могли сертифицировать свою продукцию в городе Чебоксара, не в 5-6 внутриведомственных лабораториях по всей России, а в одном месте и на соответствии требованиям международных стандартов. Усилить позиции на внешних рынках и привлечь деньги в страну – глобальная задача. Пока 73% экспорта России – это углеводороды, лишь свыше 4% – машины, оборудование и транспортные средства. Это ничтожно молод для страны, при том количестве заводов и научно-техническом потенциале. Основная цель – это развитие несырьевого экспорта. В первую очередь с высоким научно-техническим потенциалом. Вот та задача, которую мы перед собой ставили. Если говорить о цифрах, это как минимум, задача минимум – это удвоение существующего объема экспорта, а задача максимум – это привести к увеличению объема несырьевого экспорта до 60%. Такие цели и задачи преследуют специальные дорожные карты, разработанные агентством стратегических инициатив документ обсуждают в регионах. От них ждут конкретных предложений и даже замечаний. Экспортная дорожная карта не догма, утверждает один из ее разработчиков Антон Степанов – сам предприниматель и экспортер. Между тем карта предусматривает финансовую и фискальную поддержку предпринимателям. Правда, по мнению некоторых экспертов, излишней щедростью не отличается. «Мне очень нравится слово «поддержка». Наши экспортеры – они не хромые, не кривые, их не надо поддерживать, им нужно создать условия. Уверен, что мы уйдем от раздачи денег непосредственно перечислением на счет. Мы должны перейти к тому, чтобы НДС возвращался в заявительном порядке. Мы должны перейти к тому, чтобы экспортные компании получили субсидированные экспортные кредиты, могли получать». «Как поддерживают экспортеров, куда отправлять свою продукцию и какими способами, какой потенциал у чувашских предприятий и о многом другом – говорили участники совещания. Они делились и анализировали лучшие международные практики. И это обсуждение стало своего рода генеральной репетицией бизнес-саммита. Он пройдет в рамках шестого экономического форума. К вопросу развития внешних рынков регион еще вернется». Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. В этом году посевная площадь в Республике должна составить 577 тысяч гектаров. Но пока план не выполнен. Засеяно около 260 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. 16 муниципалитетов выполнили план сева. Среди них – Аликовский, Батаревский и Маринско-Посадский районы. В поля сегодня выезжала наша съемочная группа. В этом году на яровой сев нагрузка больше, рассказывает министр сельского хозяйства Чувашии. Причина – в прошлом году погода сгубила озимые. На сегодня посеяно более 240 тысяч гектаров весенних посевов. Это 90% плана. Также в этом году впервые в Республике посеяли подсолнух на зерно для получения семян и масла. И увеличили площади подрабс. Хозяйства должны сами выбирать то, что они возделают. Но здесь рапс – это довольно-таки интересная культура, которая позволяет получать доход. То есть зерно, семена рапса, они востребованы. И в этом году вот уже 4 тысячи гектаров у нас посеяно. Это где-то в два раза больше, чем в прошлом году. Также увеличены площади посева горчицы. Если в прошлом году было посеяно всего 800 гектаров, то в этом году посеяно уже 3 тысячи гектаров. Растение будет востребовано, уверены в Минсельхозе Чувашии. В Канаше заработал завод по производству соусов и горчицы. А вот картофеля посадили меньше, чем в прошлом году. На площади 12 тысяч гектаров. Последние два года осенние цены были очень низкие. И если в прошлом году мы в сельхозорганизациях посеяли где-то 17 тысяч гектаров картофеля, в этом году то, скорее всего, мы этот план не выполним. Также в связи с тем, что все-таки весной цена была, и многие воспользовались хорошей ценой, продали семена. И количество семян у нас не позволяет сейчас выйти на тот объем картофеля, который мы предполагали. Маленькие фермерские хозяйства все меньше занимаются картофелем. Приходится делать ставки только на крупные предприятия, которые сажают картофель на площадях свыше 300 гектаров. Такие хозяйства есть в Батыревском, Вурнарском и Аликовском районах. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. В Доме правительства сегодня тоже говорили о земле. Министр имущественных и земельных отношений Светлана Янилина отвечала на вопросы журналистов. Тема публичности и прозрачности земельного вопроса была поднята еще в конце прошлого года. Информационный ресурс о свободных участках стал доступен для всех инвесторов. Это позволило экономить время и деньги для формирования и использования земельного участка. Для инвесторов стала доступна такая информация, как расположение земельного участка, его отдаленность, наличие инфраструктуры и многое другое. На сегодня ресурс содержит информацию о 77 земельных участках. Площадь их составляет 228 гектаров. 44 земельных участка, 151 гектар возможно использовать для строительства жилья. Эконом-класса 33 земельных участка, это возможно 77 гектаров их площадь составляет. Возможно использовать данные земельные участки для размещения инвестиционных объектов, промышленных парков, технопарков. В республике для получения земельного участка на учет поставлено 3186 семей. Это 36% от общего количества многодетных. Всего ждут участки около 9 тысяч семей. Полностью удалось обеспечить землей семей из Алатарского, Аликовского и Канарского районов. За счет расширения границ и сноса ветхого жилья уже удалось освободить 56 гектаров и создать 264 участка для многодетных семей. На сегодняшний день не все 3 тысячи получили земельные участки. Получили они 1219 семей. Это 38% обеспеченности, то есть от того количества, которое поставлено на учет. Общая площадь земель, которая предоставлена многодетным семей, 147 гектаров. Но те, которые получили земельные участки, это 54% для строительства индивидуального жилого дома. 42% для ведения личного подсобного хозяйства и 4% для ведения дашного. То есть, как вы помните, в соответствии с законом у нас 3 вида разрешенного использования, которые предоставляются безвозмездно многодетным семьям. По словам Светланы Янилиной, в сфере оборота земель сельхозназначения существует немало трудностей с предоставлением земель. Есть случаи мошенничества. Обманутыми, как правило, становятся простые жители, которые идут на контакт с перекупщиками и передают им доверенность. Соответственно, право собственности переходит в другие руки. Мошенники перепродают земли по более высоким ценам. Привлечь их к ответственности не так просто. Только через суд становится возможным доказать незаконность сделки. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Проект национального телевидения «Родные лица Великой Победы» продолжается. Анатолий Исаев прошел всю войну, не был ранен. А в мае 45-го разговаривал с Жуковым. Об этой истории узнала Татьяна Филатова. Анатолий Исаев до 16 лет жил в Ульяновской области. В 1939 году переехал в Чебоксары. Поступил в Чебоксарское педагогическое училище, которое окончил за день до начала войны. В том же году выучился в местном аэроклубе и был направлен в военное училище, авиационную школу пилотов в город Энгельс. По собственному желанию подал рапорт на фронт. Служил пулеметчиком в составе зенитно-артиллерийского дивизиона. В городе Калаче солдаты ожидали серьезные испытания. Они попали под бомбежку. Мы там заняли оборону. И до такой степени, что день и ночь бомбили. Страшно бомбили. И вот в тот же день, в эту же ночь, наш дивизион раскромцали. Из полутора тысячи осталось у нас 17 человек. И мы вынуждены отступать. Анатолию Исаеву повезло. Несмотря на жестокие бои, он не получил ни одного ранения. Но на его глазах погибали сотни солдат. Особенно тяжело было терять товарищей. Спину ему попало в два осколка таких. Вот такие ходят туда-сюда. А мы с ними что-то договаривались. Если останемся, живу, напиши, говорит, по моему адресу. Я копался, ковырялся. У него все уже промокло. Ничего не осталось даже. Шум слышу. Темно. А я его тошил в Санбат. Ну, там я метров, наверное, 150-200 проташил. Дальше он скончался. В то время, когда Анатолий Исаев пытался спасти своего товарища, его заметили солдаты из другой части. Так он попал в 43-й зенитно-артиллерийский полк и встретил там своего однокашника из Ульяновской области. Радости не было предела. Но вскоре Анатолия ожидала еще одно потрясение. Земляка убили. Вместе им домой так и не суждено было вернуться. Бойцы дошли до Берлина. Ветеран помнит, насколько нетронутой была природа тех мест. Немцы очень бережно относились к своей земле. Но на войне случались не только горькие моменты. В августе 45-го года Анатолий Иванович стоял на посту. И судьба его столкнула с самим маршалом Жуковым. А в кабине сидел мужчина в палаще, да, ревно с водителем. Он выходит, подходит ко мне. А я уж по брюкам вижу, что у него-то необычные брюки. Маршальские брюки, да. А одежда, значит, плащ, просто обычный плащ. На охоту они ездили. А я стоял на посту. Не пропускаю. Спрашивает, сержант, чем вы занимаетесь? Сенокостен. Как сенокостите? Для чего сенокостен? А лошади, а надо содержать лошади. У нас еще в полку-то были, кормили и так далее. Да, он так долго его удивился, так посмотрел и так далее. Он, значит, садится в машину, выезжает. 27-го. Вот такая встреча была. Из десяти братьев Исаевых домой вернулись только трое. После демобилизации Анатолий Иванович решил продолжить династию учителей. Закончил Ульяновский педагогический институт. Его учительский стаж составляет 57 лет. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. Сейчас мало кому можно доверять, особенно в интернете. Жительница Чебоксар попалась на довольно изощренный вид мошенничества. Многие называют его интернет-троллингом, то есть издевательством над человеком. Кто-то от этого просто получает удовольствие, а создатель сайта Чек Ю шутку превратили в грязный бизнес. Несколько месяцев назад на страничку социальной сети Екатерины пришло неожиданное предложение. Мужчина, якобы бизнесмен из Санкт-Петербурга, попросил девушку сходить с ним в качестве подруги на закрытую вечеринку. За оказанную ему помощь пообещал заплатить, причем довольно солидную сумму. Правда, от девушки он потребовал фотографий в стиле ню. Ни о чем не задумываясь, в надежде заработать, Екатерина выполнила его просьбы. Виртуальный разговор в открытый шантаж перерос внезапно. Через некоторое время переписка и снимки появились в интернете. На шантаж девушка не поддавалась, зато узнала подробности об этом интернет-мошенничестве. Оказывается, что сайт Чек Ю свою деятельность поставил на поток. Жертвы есть в каждом регионе. Оказалось, что Екатерина – первая жительница Чувашии, которая попалась на их удочку. Об инциденте она попыталась забыть, и теперь планируют написать заявление в полицию. В Чубаксарах реконструкцию московского моста планируют начать в 2014 году. Железобетонный мост, принятый в эксплуатацию в 1969 году, планируется расширить до 35 метров. Проезжая часть увеличится до 6 полос. Также будет обустроено две пешеходные дорожки шириной по 2 метра и разделительные полосы. Длина проектируемого участка моста составит 266 метров. Комиссии, в составе которой был и глава администрации столицы, продемонстрировали два варианта. Вариант реконструкции строительства моста со сборными железобетонными балками на основании буронабивных свай признан более приемлемым. Проект предусматривает сохранение движения на время строительства по существующему мосту. По словам экспертов, такая конструкция прослужит до капремонта около 60 лет и обойдется бюджету почти в два раза дешевле – чуть более 1 миллиарда рублей. Окончательный проект реконструкции Московского моста будет представлен руководству города к 1 октября 2013 года. Анастасия Егоркина, девочка из Чувашии, прошла в финал национального отборочного тура Евровидения 2013. В полуфинале участвовало 39 коллективов и исполнителей со всей России. Анастасия поет с 6 лет. Она неоднократная победительница республиканского конкурса «Мигель». Об успехе Насте нашей съемочной группе рассказала ее педагог. Настя по жизни очень активная девочка, очень общительная. Молодец вообще девочка. Она, помимо того, что занимала места в районных фестивалях, конкурсах, также вела мероприятия, могла вести. И это ей давалось очень легко. Настя заканчивает восьмой класс кугесинского лице. Поет с 6 лет и получает музыкальное образование. Мечтает стать актрисой. На конкурсе она исполнила песню «Музыка» и вышла на сцену в белом платье сшитым на заказ. У нее настолько великое желание петь на сцене и показать переполняющие ее чувства через песню. Она не стоит просто вот так вот, скажем. Она двигается. И, наверное, не зря она посещала и хореографическое отделение, и художественное отделение Кугейской детской школы искусств. Все это дает ей возможность органично вести себя на сцене. Сейчас Настя в Москве. Она готовится к финалу национального отборочного тура. По итогам конкурса будет ясно, кто представит Россию в финале детского Евровидения. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Не пропустите. В воскресенье, 2 июня, в прямом эфире телеканала «Россия» в 10.25 покажут финал детского Евровидения 2013. Анастасия выступит под номером 5. Можно проголосовать за юную чувашскую певицу, отправив сообщение. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова